Девушки отдыхают Профессионалах охоты А тех, для кого охота является смыслом жизни Источником радости и подлинного азарта Да, речь пойдет о лайках Собака и человек Современная наука не придумала средства в охоте Эффективнее этого тандема Который возник еще в первобытные времена Когда они поняли, что совместная охота Продуктивнее во много раз Чем каждый из них охотился бы самостоятельно Многим из нас знакомо чувство радости Азарта Когда в глухой тайге Он слышит звонкий лай своей собаки Эту ни с чем не сравнимую музыку охоты Эта универсальная собака Загонит на дерево соболька Остановит могучего исполина лося Вытащит из студеной воды подбитую утку В нашей республике в основном охотники Отдают предпочтение двум видам лайек Восточно-сибирской и западно-сибирской Восточно-сибирская лайка Выведена на основе аморской лайки и промысловых собак в Восточной Сибири Покров тела пышный Окрас в основном чернопегий, серый, бурый Хвост загнут кольцом или полукольцом Отличительная черта данной породы Поздняя спелость Работают в основном по пушному зверю По копытным и медведю Это неприхотливые, доверчивые, выносливые собаки Пригодные для охоты в условиях нашего климата Западно-сибирская лайка Этот вид выведен кинологами на основе двух пород лайек Хантыйской и Мансийской Это собаки среднего и выше среднего роста Легкие, стройные Высота в холке 55-58 см Хвост туго закручен Восприимчивы к дрессировке Легко возбудимы Недоверчивы к посторонним Окрас зонарно-серый, серопегий, белый, палевый и рыжепегий А раннеспелый Обладает широким поиском Звонкин лайм Отличаются большой универсальностью Для любого начинающего охотника Важен выбор щенка с хорошими рабочими качествами и родословной Существуют традиционные критерии выбора А также методы, выработанные современными кинологами Иннокентий Лукин уже многие годы увлеченно занимается восточно-сибирскими лайками А чем вы руку отхиваете, когда убираете щенков? Ну вот Вот здесь вот Как их называют Вот такие как бугурки Кости Хуадюктина Хохобы Хуадюктах у нас Урдах Вонатагалайанх Пасим Желательно черный Черный Характерный Злобные собаки Ну и стараюсь я лапки смотреть тоже Черные, чтобы были Маленько черные есть А не крепче Крепче бывает Да Допустим Примораживает, тает Примораживает Лапа крепкая Не кровит ничего А некоторые Совсем голые бывают Такая розовая Розовая А как вы относитесь к таким традиционным проверкам метода щенков? Так-то я сколько выбирал Неплохие вроде собаки Потому что Где-то лет в 12 я уже собаками Например Подвешивание захлопит Вот уже больше месяца Дай щенку вот это За хвост нельзя Он вытягивается Я беру вот так за лапки Конечно Неправильно Берут большого вот такого щенка За хвост поднимает Вроде бы закручивается А потом вырастает У него как палка Слабые же позвонки Позвонки А я вот за ноги За заднюю вот так Поднимаю И он должен Прогибаться должен Вот так вот Прогибаться должен Это уже природа Вот она на Колыме В 9 месяцев С первого лосяна Облаяла Вот это Кюньей Павлова Заведующая секцией Западно-сибирских лайок Клуба Любимец В течение многих лет Накопила богатый опыт По работе с лайками У некоторых щенков У нас прибылые пальцы Прочеки прибылые Я могу показать Чтобы Вот Это и есть Прибылые пальчики Вот видите Вот на задних ножках Вот это вот боковые Сейчас я покажу С этой стороны Вот они Вот боковые Видите Это прибылые пальцы Вот они Они собаке Не нужны Поэтому вот Сегодня вечером Мы их будем оперировать Делать Обстрижку этих пальцев Пока они не закостенели А дальше Если мы протянем То у них это Закостенеет И собаке Будет очень трудно Работать Впоследствии На охоте По снегу Будет кровоточить Ножка Поэтому надо Сделать операцию Сейчас До сих пор До сих пор В практике Выбора щенков Применяют Один очень древний Иренкийский метод Кутенка Несколько дней От роду Садят на небольшую Возвышенность Он должен почувствовать Границы И не упасть Шевелятся Да, шевелятся Уже понимает, да? Да, уже Уже Чувствует Ага, что есть опасность Уже недоволен Скорее, скорее Скорее, скорее Скорее Знают, что Да Что опасность Есть впереди Вот Вы выбрали щенка Но какая бы ни была Хорошая родословная Без хорошей дрессировки И на таске Охотничья собака Из нее не вырастет Поэтому Нужно обязательно Уже с полутора Двух месяцев Обучать щенка Необходимым На охоте командам Чем меньше щенок Тем он восприимчивее Дед мой Рассказывает У него такая Привычка Молодых щенков Быка добыл Там ночует И щенка Четырех месяцев Пяти месяцев Шкуру раз И зашивает А у костра Носует Там Ведет Эту шкуру Вылазит И у него Ну, дед Так говорит Память остается Только быков Гаса надо Ленкийская традиция Чтобы ознобленность появилась К зверю По запаху Этого щенка мне подарили На день рождения В декабре Лукин и Иннокентий Это смесь Восточки С аборигенной лайкой Но я думаю Толк от него Получится Сейчас ей Почти Два месяца И Давай покажем Что мы умеем Два месяца Сидеть Хорошо После того Как щенок Выполнил Команду Надо его Поощрить Вкусненьким Так А теперь На команду Нельзя Вот это Очень хорошая Команда Которая Пригодится На охоте Да Так Смотрим Нельзя Нельзя Щенок терпит Нельзя Ну Это Может Случиться Конечно Сейчас еще раз Повторим Нельзя Нельзя Эти команды Впоследствии Очень пригодятся На охоте Например Подать голос Когда лайка В тайге Находит зверя А команда Нельзя Служит Сдерживающим Фактором Отворачивай Он не видит Вот щенок Не видит Где прячут Колбаску След сейчас Протянется Да Вот Кинья Николаевна Сейчас след Протянется Чтоб он не видел Он будет искать По запаху Так Надо отстегнуть По запаху Будет искать Мясо Так Указываем Откуда мы начали След Отпускаем Ищи 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 Хорошо Хорошо Ищи Ищи Молодец Ищи Хорошо Ищи 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 Хорошо Ищи Ищи Молодец Ищи Ищи Хорошо Хорошо Молодец Щеночка надо похвалить Конечно Это очень тоже Нужная команда Которая пригодится На охоте Молодец Вот эти две команды Ищи Ищи Безусловно Самые главные В процессе охоты Освоившая их лайка Будет незаменимой Игровой аспект Воспитания щенка Тоже немаловажен Для этого Используются Естественные игрушки Наподобие Шкурок Андатры Лоскутка Шкуры Медведя Зайца Ищенок Будет знать Зверя По запаху Натаска Лаек Начинается Для некоторых пород Уже с 8-9 месяцев Это характерно Для западно-сибирских Так как Они Раннеспелые Восточно-сибирские В основном Созревают К полутора Годам Старики Охотники В дальних наслегах Советуют Слишком молодую лайку Наравне со взрослой Не заставлять бегать Неокрепшая собака Может переутомиться И навсегда Потерять интерес К охоте И основа Натаскивания Любой охотничьей собаки Приучение К выстрелу Бытующее Среди охотников Мнение Что лайка Вообще Не боится Оружейной пальбы Ошибочно Собаку Нужно приучать К этому постепенно Издалека Приближаясь К выстрелам Не забывая Подбадривать И поощрять ее Итак Вы приучили Лайку К выстрелам Пора Идти в лес Обычный трофей Для молодых лайек Это белка Рост Злобность Здесь не имеют Значения А вот Чутье Слух И острое Обоняние Играют Первостепенную роль Многие лайки Многие лайки Обычно Сами находят Белок Есть одна Интересная Особенность Лаек Тропя Соболя Или белку Они царапают Когтями дерево И напуганный Зверек Сам выдает Себя Есть версия Что собаки Еще в древности Переняли эту Хитрость От человека И навык этот У них сохранился В генной памяти Когда молодая Лайка Загоняет Зверька Нужно обязательно Хвалить ее Добиваясь Активного Облаивания В щенке Быстрее Просыпается Инстинкт Закрепляется Интерес Если белка Или соболь Начинают прыгать С дерева На дерево Перед выстрелом Молодую собаку Привязывают В пылу азарта Молодая лайка Может запросто Не только Порвать шкурку Но и съесть Упавшего зверька Но если Успела схватить Нужно спокойно Подойти И по команде Нельзя Дай Забрать белку Работа Молодой собаки На белку И соболя В паре С опытной Проверенный Прием Многих охотников Происходит Это со второй Декады ноября По неглубокому Снегу Рекомендуется Делать такие Натаски Весь сезон Но на следующий Год Молодая лайка Должна уже Самостоятельно Работать Находить Зверьков Если опытной собаки Нет Вам придется Обучать молодую лайку Самому Найти свежий след Соболя Дать понюхать И не отпуская Ее с поводка Идти по следу Только когда Заинтересованно Пойдет по следу Ее можно Отпустить Надо запастись Большим терпением Чтоб довести Все до конца Пока собака Не загонит Соболя На дерево Похвалив лайку Охотник добывает Зверька И дает Немного Потрепать Первого Соболя При охоте На крупного Зверя От собаки Требуются Отличные Физические данные Крупный рост Скорость Сила Выносливость А также Звонкий голос Отличный нюх И острый слух Перед самой охотой На копытных Якутские охотники Обычно не кормят Своих собак Сутки И более На таску Молодых лаек Начинают К полутора годам В паре С опытной лосятницей Основная цель Собаки Остановить Задержать зверя До подхода Охотника Чем спокойнее Ведет себя лось Тем спокойнее Идет облаивание Стоит зверю Резко сделать движение Как собаки Учищают лай Охотники Обычно По голосу Своей собаки Безошибочно Вырисовывают себе Картину происходящего И соответственно Действуют Добыв зверя Немного дают Парного мяса В награду При охоте На изюбря В южных районах Якутии Применяется Сворный метод Изюбрь Зверь Пугливый И две собаки Обычно Его не останавливают Здесь способ охоты Схож С волчьими маневрами Собаки Плотно окружают Изюбря И нанеся ему Болевые хватки Останавливают зверя Замечено Замечено Что в основном По чебуку На скалистой местности Лучше работают Восточно-сибирские лайки Они Как мы отмечали выше Отличаются Более спокойным характером Чем азартные Западно-сибирские Было немало Трагических случаев Когда Западно-сибирские лайки Преследуя Горного барана В порыве погони Слетали со скалы И разбивались Насмерть Вязкость лайки Хоть и хороший признак Но бывает Что погнавшись за зверем Собака может Уйти слишком далеко Охотничьи и лайки Медвежатницы Делятся на два вида Собака-берложница Которая находит Саму берлогу И бойцовые лайки По ходовому зверю Берложницы Облаивают зверя Снаружи берлоги Не давая ему Возможности выскочить Бойцовые лайки Встречаются редко При этом От собаки Требуется Исключительная смелость Злобность Зверю В сочетании С мгновенной реакцией Они должны найти Догнать медведя Нанести болевые хватки Заставив зверя сесть Тем самым Давать охотнику Подойти на расстояние Верного выстрела В последние годы Каждую весну Наряду с ежегодной Выставкой охотничьих лайок Стали проводиться Притравки На подсадного медведя Множество споров Вызывает до сих пор Этот процесс Натаски Опытными охотниками Настоящими Таежниками Замечено Что не все лайки Которые в окружении Людей смело Кидаются на Привязанного медведя Настоящие Медвежатницы Бывали случаи Когда проявившая Себя на притравке Лайка В тайге При виде медведя Пускалась на утек А настоящие Зверовые лайки Останавливающие Ходового медведя В тайге При большом Скоплении народа Просто терялись И не могли показать Свои лучшие Рабочие качества Часто бывает и так Что действительно Талантливые собаки Из-за экстерьера Не могут дойти до финала На таких соревнованиях Многие считают Что это неправильно Ведь в охотничьей лайке Главное не внешний вид А его рабочие качества При охоте с собакой Начинаешь отчетливо понимать Насколько природа Ограничила возможности человека Думаю Что собака Тоже это знает И потому Опекает человека И по-своему Заботится о нем Опытные охотники Знают много случаев Когда собака Принимала удар на себя И уводила угрозу От хозяина У каждого Кто имеет охотничью лайку Кто не раз Сходил с ней в тайгу Есть свои удивительные случаи Связанные с этим Замечательным И верным другом У меня были собаки Даже в палатку пригоняли Звери Крутят Один раз из юбра Шесть часов гоняли Две собаки Их в палатку пригнали 300 метров Один раз не завязал Вечером Утром встаю Собак нету Любого лает где-то Чай писяжет У нас Их ты собаки Писать Может соболи Потом ближе Ближе раз И возле палатки Краймара В березнике Лаэ Лося Кружку Чай пил Селел Прошил Сапоги Одевая Быстро Пробил Схватил Стрельный Пап Пришел Чай допьем Одесс В районе В горном улте В прошлом году Собака Как бы спасла Своих хозяев Чем Они значит Ночевали В избушке Охотника Несколько дней Там охотились И вот возвращались Уже с охоты И когда стали подходить К дому Собака вдруг Начала нервно лаять Они еще подумали Что там Кто-то приехал Что ли Вот стали подходить А собака прыгает К окошку И лает И лает Ага Подошли к окошку А окошко-то Оказывается Без стекла Уже Заглянули А там медведь Это было уже Поздней осенью Медведь должен был Уже залечь В берлогу Да А он Не залег А как бы Залег в их избушке Разбросал вещи В один угол Все Сложил И там Да Лежал Затаился Да Затаился Если бы Не эта собака То охотникам Пришлось бы И очень туго Я сам бы Только летом Трещина была Большая трещина Не замела Слеза нету Туда упал Трещина Там оказывается Ужение И нога туда Вот так ушла И в ветку ушел Руки нельзя Нельзя взять Это нельзя Ну руку такая Вытосил Ковека А у нее Полметра примерно Он не может Достать Мне За что Не за что Это там Рука Не держит И он У нее Отпустил Я говорю У нее беребка Живляет Я говорю Он туда Сюда Туда Сюда Прыгает Оказывается Беребку хочет Отпустить Меня Наконец-то Я понял Я говорю Вот так Вот так Надо Вдоль Он поперек Кидает Ага Вот так На рисках Кидает Значит Беребка Упала Мне Хватаю Давай Держать Держит Меня Могу Тащит Тяжелый Я сам Опираться Невозможно Он Тащит Тащит Ну Наконец-то Я выскочил Все Когти у него Вырваны Вот так Держит Без крови И так И так И будто Все Его Это Герои Стоят Такие Герои Стоят За это Память Был Наслужил Лайка Настолько Умная И самостоятельная Порода Что со временем Хозяин Начинает Воспринимать Ее Не только Как помощника На охоте Но и Как партнера И друга И говорить О ней Охотник Может Бесконечно Но К сожалению Передача Наша Имеет Временные Рамки Надеемся Что мы Еще Не раз Будем Возвращаться К этой Теме На этом Мы с вами Прощаемся Желаем Вам Хороших Четвероногих Друзей До свидания До следующих Встреч Субтитры